Всем привет дорогие друзья, с вами Владислав, это канал ноутбук 31. Сегодня у меня на ремонте очередные простые ремонты, которые оказались в итоге далеко не простыми. Это разбитый смартфон от компании Sony, который никак не хочет реагировать на касания. А также 17-дюймовый ноутбук от компании Acer, при нажатии на кнопку включения которого нет никакой реакции от слова совсем. Досматривайте этот видеоролик до конца, чтобы увидеть не только кропотливый ремонт этих аппаратов, но и познакомимся с моей первой материнской платой, которую я паял на паяльной станции. Ну и я не могу не упомянуть про подарки, которые привезли мне вместе со сломанными аппаратами. Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали! Ну а перед началом диагностики ремонта я хочу вас ознакомить с очень интересным каналом для любителей IT и электроники. VAT SkyTech – это канал, посвященный ремонту различного рода электроники, устройств и не только. Автор канала, которого зовут Вадим, старается простым языком объяснять, показывать суть проблемы без лишних подводных камней. Ремонтирует огромное количество различной электроники подручными средствами и, может быть, поможет и вам. На канале уже имеется большое количество видеороликов, поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Случаи с этими ремонтами уникальны, потому что мне их привезли прямиком из Москвы. Люди так сильно хотели обратиться к нам за ремонтом, что прыгнули в свой личный автомобиль и проехали практически 700 километров. Подписчики из такого далека к нам еще не приезжали, а поэтому я с удовольствием решился помочь в решении проблем с этими гаджетами. Начнем, пожалуй, со смартфона от компании Sony. Это еще та лопата. И его модель перед вашими экранами – это C6833. Для наглядности сравниваю его габариты с габаритами от iPhone X. Размеры у него внушительные и в карман он точно не помещается. У этого смартфона разбит дисплейный модуль, а на задней крышке присутствует шильда. Походу он побывал в предыдущем сервисном центре. Ну а что именно он там делал, нам еще предстоит выяснить. Вместе со смартфоном подписчик привез новый дисплейный модуль, заказанный с сайта Алиэкспресс. Я всегда с осторожностью отношусь к таким запчастям. Осматриваю модуль на наличие механических повреждений. Они отсутствуют. Но проблема в том, что этот Sony еще и не включается. При нажатии на кнопку включения картинки нет. Ставлю смартфон на зарядку. Красный индикатор успешно загорелся, а картинки до сих пор нет. И потребление с блока питания составляет 0,6 А. Что достаточно мало для зарядки подобных аппаратов. Спустя большое количество времени картинка все-таки появилась. Телефон был очень глубоко разряжен. На кнопку включения он теперь реагирует и даже загружает операционную систему. Android. А вот она и главная проблема. Телефон никак не реагирует на прикосновения. То есть не работает тачскрин. Хотя обычно на смартфонах подобного уровня тачскрин работает. Даже будучи разбитым. Эта Sony разбирается через заднюю крышку. А поэтому буду использовать вакуумный сепаратор. Нагреваю до температуры 70 градусов и с помощью присоски, пленочки и чистого спирта пробую снимать. Ловкость рук и никакого мошенничества. Задняя крышка извлечена. Как таковых следов вскрытия я не обнаружил. Здесь не будет подробной инструкции о его разборке. Потому что здесь все стандартно. Выкрутил все видимые винтики и отклеил аккумулятор. Разбираю нижнюю часть и добираюсь до двух шлейфов. Шлейфа дисплея и тачскрина. Так как здесь дико неудобно подкидывать новый дисплейный модуль, не убрав старый. То с помощью сепаратора нагреваю и переднюю часть. Тем же самым способом ее отнимаю от телефона. В нижней части остались остатки разбитого стекла. Убираю их вручную. Руками туда не рекомендую лезть, потому что можно порезаться. Попутно очищаю рамку от стекла и грязи. Обезжириваю поверхность с помощью ватной палочки и спирта. Аккуратно вставляю новый дисплейный модуль. Защелкиваю оба коннектора и проверяем работу. Блин, не повезло. Пойдя дисплей, походу, не исправим все-таки. Он сейчас это выдал картинку, но вот такую посередине полоса. Есть, короче, полоса посередине. Да, вот-вот-вот. Вот-вот-вот она полоса посередине. Все, и гайки этому дисплею. Бракованный. Это плохо. Сейчас подкинем старый. Как выяснилось, далее запчасть бракованная. И некорректно работает. Подкидываю обратно старый дисплей. О, здесь все есть, вот что-нибудь. Так, муха. И он даже в разбитом виде работает. Как видите, не поврежден. Да. Также ничего нет. Вывод напрашивается один, что дисплей неисправен и требует замены. Может быть, именно по этой причине этот смартфон не был отремонтирован в предыдущем сервисе. Не, ничего нет. Недолго думая, я решил размять свои косточки и поехал в Белгород. Во всем известном магазине я подкинул новый дисплейный модуль. И как вы можете заметить, он работает. Изображение на экране есть и даже тачскрин корректно функционирует. Берем и едем обратно в наш сервисный центр. Как вы могли заметить, транспортировку данного гаджета я выполнял вот в этом пластиковом контейнере. Рекомендую использовать именно их, чтобы ничего не потерять. За кадром еще раз проверил новый дисплейный модуль и теперь готовлю рамку к установке. Со всех сторон рамка немного деформирована. Обязательно необходимо выпрямить углы. Для того, чтобы дисплейный модуль нормально сел. Делаю я это при помощи скальпеля. В качестве проклейки буду использовать клей B7000. Он прекрасно справляется с данной задачей. Использую его не первый год и всем рекомендую. Наношу клей тонким слоем по краям рамки. Вставляю дисплей вместе с тачскрином на свое законное место. Модуль сел практически идеально. Защелкиваю шлейф дисплея. А затем тачскрина. Собираю смартфон в обратной последовательности. Перед закрытием задней крышки еще раз включаю смартфон и проверяю работу. Работает, а значит осталась самая малость. Убрал всю грязь по краям рамки телефона. Аналогичную работу провожу с задней крышкой. Наклеиваю оригинальный 3М скотч по краям крышки. Прикладываю ее к корпусу и поролоном с двух сторон зажимаю. Вот таким вот образом. Делаю я это не первый год, повторять за мной или нет, уже решать вам. Прошло примерно 8 часов. Телефон успешно заклеился и осталось убрать только излишки клея. Они неизбежно вылезают. Ну а эта сонька успешно отремонтирована. И стоимость такой работы составляет 1000 рублей. Ну а мы переходим к подаркам от подписчика. Не могу не поблагодарить Олега и Аллу, а именно они привезли мне в подарок все это добро. Это матрица и части корпусов от ноутбуков, а также мелочевка, которая находится за кадром. Целиковый ноутбук от компании MSI, а также его младший брат, нетбук от компании iRU. С ноутбуком возникла у меня одна интересная идея. Мы его уже восстановили и на этапе разборки я обнаружил, что он поддерживает сим-карту. Но только слот под сим-карту и коннектор под 3G модуль отсутствуют. Следовательно у меня вопрос, если мы допаяем все это дело и заставим работать, будет ли вам это интересно? Напишите пожалуйста в комментариях, мне будет очень интересно почитать. А мы переходим к следующему и самому главному ремонту. На ремонте у меня ноутбук от компании Acer Aspire 7520G. Тот самый из вашего глубокого детства или юношества. Итак, сегодня на ремонте древнющий динозавр. Но все-таки былое качество Acer 17-дюймовый, просто древний, с желтой клавиатурой, с Vista на борту, с GeForce 8400 внешней картой, с болезненным мостом. Просто на сорте всего, что может поломаться в этой жизни. Этому ноутбуку уже более 13 лет и он, как видите, еще на плаву. Как вы можете заметить, на топ-кейсе присутствует круглый отпечаток от стакана. Видимо на нем пили чайок с лимончиком. А ноутбук использовали в качестве подстаканника. Клиент попросил восстановить данный аппарат до 15 тысяч рублей. Да-да, вы не ослышались. В Москве именно эту сумму запросили. Ну и давайте посмотрим, стоило ли ехать в Чернянку за таким ремонтом или нет. Вы узнаете в конце этого ролика. Поэтому не переключайтесь. Этот ноутбук себя ведет следующим образом. На кнопку никак не реагирует. Как бы я ни нажимал на нее. Но возможно, что просто разряжен аккумулятор. Давайте перейдем на ремонтный стол и подключим его к лабораторному источнику питания. Индикации зарядки также нет. И реакции на кнопку включения у ноутбука нет совсем. И это означает, что у него есть какие-то проблемы по питанию. Так как к нему подключен аккумулятор, а индикации о зарядке нет. Что-то с ним серьезное. Давайте разберем данный аппарат и посмотрим, что же с ним не так. Друзья, пока я занимаюсь этим нехитрым делом, предлагаю подписаться на мой канал. Вам это сделать не сложно, а мне чертовски приятно. И не забудьте клацнуть на колокольчик, чтобы смотреть видео первыми. Всем огромное спасибо. На удивление, все комплектующие, кроме жесткого диска, в наличии. И даже пока ничего не бросается в глаза. Кнопка здесь уже колхозным методом паялась. Мастерство у мастера уровень бог, он паяльником владеет на 100%. В остальном защёлочки все целые. Хотя нет, одна сломана. Разбираю ноутбук дальше, шаг за шагом. И натыкаюсь на вот это. Итак, сходу вижу, тут транзистор паялся. Рядом с транзистором по Q8 присутствует какая-то субстанция, похожая на флюс. Среды флюса. И это у нас вроде как входные ключи. Разбираю пара дальше, а для этого нужно снять верхнюю часть с матрицей. Да, было время, когда ноутбуки разбирались именно таким образом. Не то, что сейчас выкручиваешь 4 винтика и вуаля, ноутбук уже разобран. В данном случае на разборку уходит минут так 15. И то, если аппарат разбирать в режиме электрометлы. Снимаю топ-кейс и на нём ничего криминального нет. Крышка вроде целая, никаких криминальных вещей я не вижу. Теперь интересно, что же тут производилось с этим ноутом. Так, ну тут явно, то ли подзалили. Осматриваю огромную материнскую плату на предмет повреждения, залития или присутствия другого мастера. Мне кажется, его подзалили всё-таки. Но подзалили. При детальном осмотре платы мне не показалось, что плата залита какой-то жирной жидкостью. Если немного поиграть бликом света, то это прекрасно видно. Но именно отгнивших элементов я не обнаружил. И откуда на плате следы флюса в районе по Q8 мне тоже пока непонятно. Надеюсь, в дальнейшем ситуация прояснится. Снимаю массивную систему охлаждения для того, чтобы осмотреть состояние кристаллов, процессора, видеочипа и чипсета. Паста здесь сухая, уже твёрдая. Сколы на кристаллах отсутствуют. Уже хорошо. Но заметил вокруг чипсета неотмытый флюс. Это говорит нам о том, что чип когда-то прогревали. Возможно, он был в обрыве или предыдущие мастера искали неисправность методом тыка. В этом чипсете имеется встроенное графическое ядро. Но на этой плате за вывод видео отвечает дискретный чип от NVIDIA. Поэтому чипсет живёт дольше обычного и скорее всего жив, чем мёртв. Отсюда и следы попадания флюса на PQ8 через технологическое отверстие под винт. Больше ничего на этой плате вроде бы не делалось. Давайте перейдём к диагностике материнской платы. Нужно узнать, почему она не подаёт никаких признаков жизни. Начну с замеров сопротивлений с помощью мультиметра. Замеряю 19-ти вольтовую линию на токоизмерительном резисторе. Сопротивление 19-ти вольтовой линии килоом и мегаомы. Сопротивление килоомы. Дежурное питание 3 вольта и 5 соответственно. Сопротивление обоих дросселей более 30 килоом. Также сопротивление нормальное. Значения на процессоре, видеочипе и хаби также не вызывают у меня никаких подозрений. Сопротивление флешки биоса также нормальное. Получается, что ничего у нас здесь не пробито. Но в чём же тогда проблема? Подаю питание 19 вольт на плату и включаю режим вольтметра. Давайте посмотрим, куда и какие напряжения идут. На разъёме питания 19 вольт есть. На токовом датчике имеется напряжение ВИН 19 вольт. Значит, 19-ти вольтовая линия расходится. Далее, для того, чтобы разобраться в чём дело, нам потребуется принципиальная схема. Она есть в открытом доступе, скачиваем и смотрим. Следующими на очереди должны подняться дежурные питания 3 вольта и 5. Это прекрасно видно, исходя из вот этой таблицы. Сигнал плюс RTC VCC, питание батарейки биос, в норме, я за кадром померил. За дежурные питания на этой плате отвечает микросхема под позиционным обозначением PU3. Это у нас МАКС 8744ET. Так, следующее. У нас должны быть дежурные питания. Дежурные питания вот на этих двух дросселях. Замеряю напряжение на дросселях дежурных питаний. Дежурка у нас не поднимается и это сейчас основная проблема на данный момент. Так, а вот дежурных питаний у нас как раз таки нет. Потому что пока не будет дежурных напряжений, другие напряжения также не будут формироваться. Так же, как и напряжение на флешке биоса. Все, полный ноль. Предлагаю сделать замеры входных напряжений дежурных питаний. Напряжение ВИН 21-я нога присутствует. 19 вольт. Шим-контроллер запитан. Напряжение на линейном стабилизаторе ЛДО 5 вольт. Напряжение присутствует и оно корректное. В наличии. Далее нужно проверить разрешающие сигналы на пятой и шестой ножки. Эти сигналы на разрешение называются ОН3 и ОН5. 2 вольта разрешения запуска 3 вольт, как в аптеке. А так же разрешение на запуск 5 вольт присутствует. Но выходного напряжения нет. Но дежурки не запускаются. Напрашивается вывод, что неисправен контроллер дежурных напряжений. Но перед его заменой необходимо убедиться, что проблема не в нагрузке. А для этого воспользуемся осциллографом от компании Хантек. Обошелся он мне очень недорого, но чертовски полезный инструмент. Сейчас будем пробовать запускать плату и параллельно смотреть осциллографом, есть ли попытка запуска дежурных питаний. Если запуск есть, то нам что-то мешает в обвязке шима. Иначе шим-контроллер неисправен. Ставлю щуп на один из дросселей питания дежурки. И пускаю лабораторник. Был только что запуск. То есть дежурка запускается. Но ненадолго. Да, шим-сигнал поднимается. И как вы можете заметить, на короткий промежуток времени сигнал появляется. И это означает лишь одно, что сам контроллер скорее всего исправен. По моему опыту такое поведение характерно для неисправности вот этих конденсаторов. Они называются танталовыми. В первую очередь на этих платах выходит из строя вот этот конденсатор желтого цвета. Когда его внутреннее сопротивление сильно увеличивается, то поведение платы именно такое. Необходимо демонтировать этот конденсатор и запаять на его место исправный. Делать я это буду под микроскопом. Исправный конденсатор я уже подготовил. Готово! Конденсатор успешно заменил. Давайте проверим, дало ли это какой-то положительный эффект или снова фиаско. Все, потребление появилось после замены конденсатора. Для наглядности решил снять осциллограмму с помощью осциллографа. На дросселе питания 5 вольт появился красивущий шим-сигнал. А вот 3-х вольтовой линии таким рисунком похвастаться не может. Нету там шим-сигнала совсем. После нескольких повторных запусков шим-сигнал все-таки появился. Итак, ну что, попробуем подавать питание и будет ли потребление тока. Да, плата на кнопку среагировала. Но, а не, еще не все. Мне кажется, что тут еще есть косяки какие-то. Плата теперь реагирует на кнопку включения, потребление 0,04 А и на этом все. Да, 0,04 и все. Кнопку реакция теперь есть, но дальше плата не заводится. Блин, видимо, здесь еще и второй конденсатор неисправен. Тут уже вариантов других нет. Все остальное я проверил. Неудивительно, но второй конденсатор, видимо, тоже неисправен. Все подозрения и троение запуска дежурки это и подтверждает. Точно таким же способом меняю этот танталовый конденсатор на заведомо исправный. Очищаю все это дело от флюса и давайте попробуем включить. В общем, мне кажется, что оба тантала все плохо чувствуют. Теперь оба шим-сигнала поднимаются по заводу, что не может не радовать. Все манипуляции и диагностика увенчались успехом. Здесь очень стабильно. Давай еще раз включаем. Есть. На выходе нормальный сигнал. Есть шим-сигнал. На выходе нормальный сигнал. И дежурка теперь не пропадает. Все, есть. Нажимаем на кнопку и все. Запуск пошел. Чтобы не перегрелось ничего. Выключаем. Теперь можно подсобрать. На кнопку реакция теперь есть и проблема устранена. По крайней мере с запуском. Наверняка вам интересно, а что же с этими танталовыми конденсаторами. Замеряю их номинал на ESR-метре. Замеряю желтый. На нем ESR завышен. 0,53 Ома. Значение далеко от номинального. И черный конденсатор в цепи 3 вольт. Так, у черного. Ну тоже, я так понимаю, внутреннее сопротивление должно быть больше. Также ESR завышен. Но чуть меньше. В общем, явно эти конденсаторы неисправны. И я правильно их заменил. Пока я ремонтировал эту плату и искал доноров. Я обнаружил вот эту материнскую плату с похожего ноутбука. И как вы уже поняли, в начале видео я говорил, что это моя первая материнская плата, которую я паял на паяльной станции. Паял я ее на так называемой грильнице с использованием термофена. Температура максимальная, поток максимальный. На тот момент я еще не знал, что нужно соблюдать определенный термоинтерфейс. Результатом является полностью вздутый BGA чип. А также вспухший и потемневший текстолит. Плата была клиентская, но не переживайте, я ему купил новую материнскую плату. И установил. Конечно же бесплатно. Так как за свои косяки нужно платить самому. Это было примерно 7 лет назад. Но вернемся к нашему ремонту. Созвонившись клиентам, было принято решение сделать ему маленький апгрейд. Как всегда. Будем менять процессор AMD Turion X2-TL58. Менять мы его будем на новую модель Turion X2-TL62. Характеристики процессора точно такие же, но тактовая частота на ядре на 200 МГц больше. Итак, в этом ноутбуке будет трудиться два модуля памяти. Один из них Kingston на 2 ГБ. И другая планка тоже на 2 ГБ. И производитель Elixir. Как раз таки этому ноутбуку этот производитель, а именно Elixir, не помешает. Чтобы, конечно же, не умереть в ближайшее время. А также установил 4 ГБ оперативной памяти. Устанавливаю оба модуля памяти в свои слоты. Быстренько собираю ноутбук полностью в корпус в обратной последовательности. Не забываю нанести новый термоинтерфейс. А именно термопаста и термопрокладку. Так, термопрокладка тут задубела. Ее по-любому под замену. Вон она сыпется. Блин. Так, ну что. Проверяем. Я еще картинки не видел. Так вот он попытался, но из охлаждения он толком не включился. Поехали. Пошли посткоды. Охлаждение уже стоит. И... И все. 256. Е-мое. Картинки нет. Не понял юмора. Нима, что самое страшное, может быть сам мост дохлый. Так. Убрали планку... Что-то пытается. Планку памяти и... Изображение... Не, по-моему, подсветка появилась. Итак, шлейф ЛВДС передернул. И пробуем включать. Будет ли картинка. И зря или не зря москвичи приехали. Куда? Да, Айсер. Как же... Как же тускло. Вот на фоне этих новых современных матриц. Какое же тусклое изображение. На камеру только при приближении как бы видно. А сдалека-то уже обликует конкретно. Меня лучше видно в матрице в стекле. Собрал ноутбук полностью в корпус и не забыл установить сюда свой тестовый SSD диск на 48 гигабайт. Картинка есть. Замечательно. Все нужные мне компоненты успешно определились. Это AMD-шный процессор, память и SSD диск. Вот. 4095. Устанавливаю в операционную систему от компании Microsoft. Модель Windows 7. И как всегда без активации. То есть, получается, этот динозавр, хоть и уже вымер, но и по сей день будет трудиться в своей родной Москве. Итак, решающий момент. Встанет ли драйвер на видеокарту или нет? Картинка есть, это уже работает. Вот зависло. Запусти меня на рабочий стол. Ё-моё, повис на самом последнем уже рубеже ремонта. Что-то здесь не так. Снова динозавр дал сбой. Валилась косточка. То есть, как только я поставил драйвер на NVIDIA, после перезагрузки больше на рабочий стол он не выходит. На удивление, ноутбук прекрасно работает и никаких проблем я больше не нашел. А также клиент попросил сюда установить новенький SSD диск на 120 гигабайт. Как раз у меня в наличии они есть. И теперь нужно его погонять. В тесте АИДА температуры в идеальном состоянии. Потестировал ноутбук несколько дней с помощью своего YouTube канала. Никаких проблем я больше не нашел. Хотя были подозрения, что неисправность таится в чипсете. Но нет. Насколько долго отработает теперь этот аппарат, гарантировать я, конечно же, не могу. Я лишь могу давать гарантию на выполненные работы. А именно на цепь дежурных питаний. По итогу я снова приобрел бесценный опыт, а также немного поностальгировал. Ну и конечно же вы хотите узнать, напрасно ли ехали клиенты ко мне или нет. Ремонт этого аппарата обошелся в 3000 российских рублей. И как вы понимаете, это гораздо меньше, чем 15 тысяч заявленных. И к сожалению, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно и полезно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Еще увидимся, но уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok